Привет! Вот знаешь, тоже вот так бывает, ну в фитнесе, наверное, не только в фитнесе, везде, когда человек не может выбрать, потому что ему кажется, что ему это не подходит, или ему скучно, и часто человек такой, ой, ну что делать одно и то же, ой, ну я никак не посмотрю, они в этом тренажерном зале делают одно и то же, ой, это так однообразно, ой, я к этому быстро привыкну. И то же самое, там какие-нибудь косметологические процедуры, ой, мне это вредно, мне это нельзя, ой, я знаю, у этого побочек больше. Знаете, как, я не знаю, возможно, интимные подробности из женского мира расскажу, я когда росла, только появлялась вся эта восковая депиляция, лазерная, это всё было ещё в новинку, и это всё обрастало мифами и легендами, что это вредно, ещё от этого ещё больше волосы начинают расти, вот, или потом там выдернешь, у тебя не будет расти, или наоборот, начнёшь ноги брить, они потом ещё сильнее будут расти, у тебя волосы. И ты же в это всё веришь, потому что тебе же это взрослые люди говорят, я такой думаю, что ну блин, ну в натуре, наверное, да, так и есть, вот сейчас сделаю. Потом то же самое в фитнесе, когда только пришла в оздоровительный фитнес, там такое, типа ноги нарастут там какие-то, я не могу приседать, у меня от этого квадрицепсы, ну не квадрицепсы, так не говорили, говорили ляжки, говорили квадры, банки, что только не говорили, там сленг вообще отвратительный. И реально я вот сейчас понимаю, блин, да и правда страшно, вот так ты живёшь, там тебе 15 лет, а тебе понарассказывали, что что бы ты с собой ни делал, если ты хочешь себя каким-то образом улучшить или модернизировать, у тебя всё это только в худшую сторону затем обернётся. И ты вот так живёшь, и такой думаешь, какой смысл делать, если всё равно будет только хуже. А потом ты дорастаешь до какого-то периода, и ты уже начинаешь понимать, что блин, надо было раньше это делать, но ты не анализируешь, какое это раньше было. Раньше ты был весь в страхах от того, что у тебя, не дай бог, ты что-то с собой сделаешь, и станет только хуже, а ещё тебе говорили, что ты вот от природы такой родился, и ничего ты с собой не сделаешь, и ты такой живёшь. А потом тебе какие-то инстапсихологи, непонятно откуда, начали рассказывать про то, что какой бы ты ни был, ты сам себя такой прими. А то, что это опасно для здоровья порой, никто не сказал из этих инстапсихологов. Вообще, кстати, поразительно вот эта пропаганда, которая реально получила такое распространение из разряда, ну и какая разница какой-то есть, толстый или худой, здоровый или больной, ты себя таким прими. Я, честно, не понимаю, вообще не разделяю эту позицию, что значит таким себя прими, если это вредно для здоровья. То есть ты себя таким прими, но ты проживёшь 20 лет, ничего страшного. Нет, ничего. Ты себя таким прими, но у тебя в 25 лет будет диабет. То есть никто из тренеров, никто из моего окружения, из моих коллег, вообще из фитнес-индустрии, никто не говорит о красоте никогда. Все говорят о здоровье. То есть если вы напали случайно на тренеришку, который говорит вам про красоту, не, ну про красоту движения понятно, если это танцы, да, там другое, но про внешнюю, потому что все понимают, что внешность никто не выбирал, родился, дородился. Ну блин, если реально у вас избыточный вес, и вы там рассказываете про то, какие у вас там мениски, дырявые, рваные, порванные кресты, вот эту всю чушь, которую вы несёте, и когда тренер стоит с растерянными глазами, понимает, что всё, что у вас болит, у вас болит от избыточного веса, но вы себя таким приняли. Ну это довольно странно. А потом нас запугивают ещё и говорят, что вот то не так, то не эдак, это сделаешь плохо, ботокс поставишь, помрёшь, гиалуроновую кислоту ставить не надо, так не привыкнешь. Я думаю, боже, какой знаменитый наркотик, гиалуроновая кислота. Губы не делай, выглядишь как проститутка, брови не делай, выглядишь как проститутка. И тут же с обратной стороны мужик какой-нибудь сидит и говорит, ты страшная. А ты говоришь, я не страшная, я такая родилась. Замечательно просто, прекрасно. У мужчин тоже, типа из разряда это не делай, колени посадишь, это не делай, сердце посадишь, это не делай, плечи посадишь, все куда-то садятся. Или у одного человека все, это в мебельном магазине, который работает, у того все садятся, там все суставы, колени, там сердце куда-то садится, все садится. Голеностопы посадил. Или он садовник, кстати, я не знаю. Тут два варианта. Либо это фермер, либо это в мебельном магазине человек работает. А второй, он работает в туристическом агентстве. И у него все летит. Плечо полетит, колени полетят, таз полетит куда-то, шея полетела у него от борьбы. Я думаю, боже, все летают, кроме меня, я никак не могу никуда собраться. Просто никакой логики даже в этих суждениях нет. А потом мы наталкиваемся на то, что в тренажерном зале вредно заниматься, и я не хочу, потому что это все одно и то же. Я как не посмотрю, они одно и то же делают. Ну, видимо, и одно и то же подразумевает то, что одни садят, вторые улетят куда-то, оформляют путевки. Я как не посмотрю все одно. А что еще делать-то? У вас тело... Блин, а что вы еще умеете? У меня тоже вот такой вопрос. Просто большинство людей, они застревают как бы на фазе вот новичка. Поэтому одно и то же делают. Мне вот, например, тоже бы хотелось, чтобы у меня в тренажерном зале, там, в групповых программах все делали разное. Сальто там крутили, колеса на руках ходили. Но вы умеете? Ну, нет. Ну, вот кто что умеет, тот то и делает. Ну, извините. Как бы научить мы можем всему. Абсолютно. Мы тело можем адаптировать ко всему. Мы можем привести, там, если года говорить о мужчинах, может не быть пивного живота к 30 годам? Да может, вы прекрасно это знаете. То есть может красивое тело сохраниться у мужчин, там, в 45-50 лет? Да, может. Да и в 60 может. И... Ну, только вы готовы на это? Вы готовы к разнообразию? Вот вы говорите, мне скучно в тренажерном зале, а вы еще что-то умеете? Вот вы ходите два раза в неделю в него. Вы чему-то учитесь? Мне кажется, нет. Вы просто приходите и ждете, пока оно само на вас упадет. Очень странно, что в вашем бизнесе или вашей привычной деятельности, чем вы занимаетесь, вашей профессией, вы такого результата не ждете. Из разряда, я приду на работу, сяду, а у меня все само получится. Вы прекрасно знаете, что нужно работать. А почему здесь-то считается, что не нужно работать? Из разряда, типа, я такой родился? Да ну нет. Ну что ты, спинным животом родился, что ли? Нет. Колени у тебя, кстати, никуда не летели в детстве. По деревьям лазил, с гаража падал на спину. И нормально, ничего не летело, и протрузия не... Ну я тогда молодой был. Так какая разница? Это механика одна и та же. Ты что думаешь, типа, от того, что ты чуть легче был там, или чуть тяжелее, что, как-то по-разному травмируешься? Да нет. Вот я сейчас наклониться не могу. Вот мне надо, типа, знаешь, там, наклониться не могу, приходит, говорит, я вот вообще не гибкий. А ты когда занимался гибкостью, то, что ты вообще не гибкий, с чего ты будешь гибким? Очень интересно. Ну, у мужчин очень интересно, потому что всегда позиция такая скандальная, из разряда, если у меня не получилось, значит, тренера виноват. Ну ты такой, ну блин, ну ладно, я виноват. Мне правда, мне не сложно, я всю вину беру на себя. У меня многое в жизни было, я много читаю книжек на эту тему. Блин, ну окей, ну ладно, я виноват. Ну давай, я попробую исправиться. Ты готов? Ну вот, чтобы я исправился, мне надо, чтобы ты ко мне ходил хотя бы три раза в неделю, а еще три раза в неделю сам. Ну нет, я на такое не готова. Ну блин, тогда я не исправлюсь, ну простите. С женщинами все гораздо проще, они прекрасно все понимают. Оттого и результаты женщина достигает в три раза реже. Типа из разряда я все понимаю, я сама ничего не делаю, я купила торт, я его ем. И как бы она тебе такая пишет, Катя, я знаю, я вот сейчас сижу, допиваю вторую бутылку вина, просто из горла, я знаю, что вредно, знаю, Катя, знаю, я тебя ни в чем не обвиняю, это все из-за меня. А потом у меня второй припадок начинается, мне надо за две недели срочно выиграть миссера в фитнес-бикини Волгоград. Я одно и то же хожу делать, я вообще не знаю, делаю, делаю, одно и то же, что-нибудь получается. Ну, не делайте одно и то же, что я вам могу сказать, делайте что-нибудь другое, я буду ходить на антицеллюлитный массаж. Ну, хорошо, ходи. Человеческое тело умеет делать не так много движений, на самом деле, и не так много глобальных движений. Ну, грубо, если их оценить, то мы умеем сидеть, ну, если статика, да, статика это лежа, сидя, стоя, все остальное, это вариации статики, полонаклоне в каком-то, да, редко мы находимся, если это динамика, это ходьба, бег, причем, знаете, так принято вообще очень часто говорить, что ходьба это основная локомоция. На самом деле, статистически, ходьба это нифига не основная локомоция, современного человека, но зато отличный заработок. Ходят все неправильно. Да, блин, сколько все ходят-то, ну, ну, вот даже в моей профессии, сколько ходят. Статика стоя, это основное бытовое движение, статика сидя, как бы ходить, это, ну, что-то такое посредство, мы никуда не кочуем, с рюкзачком никуда не уходим, а люди, которые занимаются туризмом, да, там, спортивным, и если они реально много ходят, так они ходят совершенно по-другому, в другой обуви, больше всего об этом знают, поэтому не надо, пожалуйста, сочинять. Ну, бег, да, какая-то еще локомоция, есть силовые упражнения, в силовых упражнениях тоже есть базовые движения, это считается приседание базовым движением, наклон, тяга, ну, не наклон, это наклон, но это функциональный тренинг и наклон, силовом тренинге базовым движением считается поднятие тяжести с пола, то есть становая тяга называется, подтягивание и жемлежа, вот такие в силовом тренинге основные упражнения, Катя, их же больше в силовом тренинге, больше, я вам говорю основные, что вы вообще ничего не понимаете, что ли, вот, в аэробике есть аэробные шаги, Про них я рассказываю, это все рассказывают на каждом занятии. То есть есть определенная группа шагов, степов, которые относятся к аэробике танцевальной. Есть определенная группа степов, шагов, которые относятся к танцевальным направлениям. Есть определенного формата танцевального управления. Есть танцевальное управление, где шаги называются пар. То есть там тоже определенные танцевальные движения. базовые, в функциональном тренинге движений, базовых, 11 наклон приседания, латеральный выпад, бибаланс, упор лежа, планка, боковая планка, и несколько вариаций, это выпад вперед-назад, чуть-чуть делится, чуть-чуть делится упор лежа, отжимания, и чуть-чуть делится боковая планка с боковым подъемом, вот, плюс-минус, да, а, еще есть наклон на одной ноге, ну вот и все, собственно. Катя, но движения же больше, они же много плоскослые, да, блин, я вам говорю, механику движений, вы делаете одно и то же, от того, что они много плоскостные, ничего не меняется, это одно и то же движение, и когда вы говорите, мне вот скучно на силовом тренинге, а на функциональном тренинге не скучно, мне вот, например, очень смешно становится, потому что вам не скучно вертеться из стороны в сторону, потому что делаете вы одно и то же, просто из-за того, что у вас настолько неглубокая степень осознанности этого всего, а тренер прекрасно знает, что вы не понимаете разницу, и вам кажется, что вы делаете разное, а если еще музыку каждый раз включать, так вообще веселье, А по сути это одни и те же движения Просто в разную сторону направлены И как только вы это поймете У вас другой уровень осознанности Здоровительного фитнеса придет И вы поймете, что лучше делать одно и то же Но изумительно и великолепно И достигать в этом совершенства Чем делать каждый раз какую-то невероятную бредятину Обтягиваться, заматываться резинками Повисать на турничке Вытягивать себе позвоночник И работать в утяжелителях ногой махать Катя, ну что ты злая такая Ну не все же должны знать Да никто не должен знать Вас никто не просит слушать, блин Чего я злая? Я не злая Просто когда рассказываешь, надо, чтобы кто-то слушал Ой, да-да-да, все понятно Все понятно Ну ни к одному мастеру так не приходит Ну ей-богу, а Ну принято вот так и все Вы же ко всем так относитесь Ну нет, я конечно же не про всех людей Есть люди осознанные, но это вообще не к ним Они меня и не смотрят Вы что? И хотя смотрят, чтобы похихикать Хихиканьки у них Вы что думаете, так только о фитнесе? Да нет, конечно Эта категория людей, она вообще везде так приходит Она приходит так к стилисту Ой, я все знаю Вы мне сейчас все испортите Вы мне вот тут не режете Вот здесь оставьте Вот здесь нарастите Вот тут вот вы неправильно объем не делаете Это раз Мужик приходит, говорит Я тебе сейчас сам расскажу, как мне все делать К массажисту Я лучше тебя знаю, как мне тут массажировать А ты ему такой Вы вообще в курсе, что нет Солом массажировать? Правильно говорить Массировать Он на тебя смотрит такой Ой, все понятно с тобой Все понятно с тобой Ты токсичная, мерзкая и злая У меня тут соли вообще-то в суставах скопились Я их выгнать хочу Массажем выгнать Я сейчас в баньку схожу В баньку Все соли из суставов выгоню Я надеюсь, что у тебя соли хотя бы какие-то иодированные Потому что я не знаю Пользу какую-то приноси тогда миру Солевой монстр Соли у него в суставах скопились Я тут на коленечек натянул У меня колено вылетело Я его, так сказать, ага Привязал Ну К любому специалисту так приходят Даже более серьезному То есть не вот это вот, то, что мы там делаем Вот эти прыгалки ваши, скакалки Волосы причесать, там ногти попилить Нет Они и к серьезным специалистам так приходят Даже к доктору Ну это вообще, конечно Врачам вообще доверять нельзя Они же убийцы все Я говорю, а я же ты-то умнее врача К учителю в школу придет Расскажет, как сына учить Дочку учить Тоже все знает К тренеру по художественной гимнастике придет Скажет, как надо делать По борьбе Все лучше всех знает Умник В тренажерном зале все одно и то же делают Я сейчас А ты-то такой разнообразный, правда На скакалке прыгаешь И что ты еще там делаешь Все? А, нет, по кругу бегаешь Вот так руки делать Нет, сейчас Вот так вот Вот так вот Вот так Ой, разнообразие ты какой у тебя Ты-то какой классный Но все дураки в тренажерном зале занимаются И в групповых программах дураки И в бассейне на аквайробике дураки Вообще все вокруг дураки, кроме ты Боже, как прекрасно Вообще-то все Какое разнообразие вам нужно? Что вам нужно? Чтобы вы по канату с шестом ходили, что ли? Или как это палка называется? Чему вас научить за два раза в неделю? На пианино, может быть, играть еще? Петь? Может быть, мы будем с вами изучать иностранный язык? У меня занимается подросток Мы недавно с ней математику делали на тренировке Ко мне подошлись Просили, Катя, это с когнитивной нагрузкой тренировка? Я говорю, да, специально Это ржет стоит, ничего не понимает Графики они проходили Я говорю, да, у нас специально с когнитивной нагрузкой тренировка Вот разнообразие, пожалуйста Вот раза в два месяца у меня к тренировке с когнитивной нагрузкой для всех Приходите, чего вы не приходите? Конечно, потому что тяжело Потому что можно обкекаться просто там на этом занятии Потому что приходится и думать, и делать Пожалуйста, приходите У нас и круговые, и интервальные тренировки есть Чего вы не ходите? Одно и то же они делают скучно Мне вообще такое нельзя, у вас все вредно Да, конечно, вредно Наша козюшка какая-то на слух Конечно, вредно Все вредно Я вот сижу целыми днями, тоже вредно Но я не сдаюсь Так что вы, когда в тренажерный зал приходите Вы не смотрите на других Хотите разнообразия, будет вам разнообразие Вот освоите базу Базу силового тренинга освоите Базу функционального тренинга освоите Освоите базу кардиотренинга Все локомоции Вот очень разнообразно Бегать научись Это три месяца займет Приседать научись Только научись Не говори, что сколько можно делать, сколько раз еще осталось Ты научись делать так, чтобы тебя не исправляли Чтобы все говорят О, нифига себе, какое у тебя приседание Ну все И никакого однообразия Все будет зашибись А так можно бесконечно ходить и осуждать всех Этот не так, то не этот Это некрасиво делает Это не так нарядилось Хорошо, когда сам идеальный У кого, вот когда у самого все, зашибись А что это у вас тренер такой уставший Мне недавно сказали Я говорю, он устал Он говорит, ты чего? Я говорю, действительно А чего тренер-то устал? Чего у тебя за работа-то такая? Ты чего устал? Часто, кстати, такое бывает Вот как не придумал Она какая-то уставшая Я говорю, она по 40 тренировок в неделю Ну и что? Да действительно Ну и что? Ну и что?